Очередное заседание городского совета депутатов началось с минуты молчания. Сестрой, так же как и вся Россия, потрясен трагедией, произошедшей в Кемерово. И так же как жители столицы Кузбасса, сестройцы скорбят о каждой душе, покинувшей наш мир преждевременно, сказал глава муниципального образования сестройское городское поселение Владимир Иванов, обращаясь к депутатам. На самом деле непонятно для меня, почему эвакуационные выходы закрыты на последнем правительстве. Губернатор сказал, дьявол кроется в мелочах. Вот примерно реплика подходящая, цена этих мелочей. Продолжила разговор на тему безопасности людей глава городской администрации Ирина Богомолова. Накануне в здании Дома быта прошли плановые пожарные учения, которые выявили массу нарушений требований пожарной безопасности. Основные из них отсутствие пожарной сигнализации, закрытые эвакуационные выходы и не скорректированность действий сотрудников муниципального бюджетного учреждения городская служба благоустройства парк, в чьем виде не находятся здания. По этому вопросу Ирина Викторовна высказала свое мнение. Я считаю, что наш Дом быта вообще никаким требованиям не отвечает. Там действительно нужны большие вложения, но надо сейчас собраться, надо посмотреть, что реально сделать, чтобы обезопасить. Не то, что там красоту навести, покрасить, а то, что даже тех же, я так понимаю, у нас указателей там нет, где пожарные выходы. Поэтому комиссии 100% собираемся и думаем, где мы можем подружаться. Надо нам найти деньги. У нас есть сейчас на пожарную сигнализацию, мы заложили в бюджете, но надо подумать, откуда взять еще, чтобы сделать, потому что потом поздно будет. Заходишь у нас в Дом быта, у нас на путях эвакуации аптека и еще ларьки какие-то из горючих материалов, которые просто будут не выбежать, если не дай бог это загорится. На первом этаже будет. И это тоже сейчас будем решать, чтобы их переселять куда-то. Надо убирать с первого этажа 100%. Далее депутаты продолжили работать согласно принятой повестке дня. И первым вопросом было утверждение изменений в доходной и расходной частях городского бюджета. Увеличение статей доходов произошло за счет субсидий, полученных из областного и районного бюджета. Более 36 миллионов рублей направлены Комитетом по строительству Ленинградской области в наш город на реализацию подпрограмм, действующих в нашем городе уже на протяжении нескольких лет. Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилье для молодежи и на обеспечение жильем молодых семей. В этом году будет продолжен ремонт оставшегося участка автомобильной дороги от торгового центра до кольца на улице Космонавтов вдоль домов номер 12, 1, 2 и 3. В марте Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области перечислил около 5 миллионов рублей в нашу городскую казну. Напомню, что на эти цели в конце прошлого года в местном бюджете было заложено 1,5 миллиона рублей. 1 миллион рублей на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности поступил бюджет нашего муниципального образования от района. В этом году на всех улицах Сестроя планируется заменить уличные фонари светодиодными лампами. Единогласным решением депутаты назначили дату проведения публичных слушаний, на которых будет заслушан проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования Сестроевское городское поселение за 2017 год. Собрание состоится 10 апреля в 17 часов в фактовом зале администрации. Принять участие в слушаниях приглашаются все жители города. В конце заседания присутствующий на нем глава администрации Волховского муниципального района Александр Белицкий поблагодарил депутатов и главу администрации муниципального образования Сестроевское городское поселение Ирину Богомолову за хорошую организацию и проведение выборов 18 марта. Александр Мефодьевич отметил, что с сестрой показал самый высокий процент участия населения в голосовании – 65,65% среди городских поселений района.